Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, как и обещала, мы начинаем серию мастер-классов из лепесточков, которые я делала в одном из прошлых видео. Сегодня сделаем с вами вот такие очень милые маленькие бантики. Длину они всего лишь 7 сантиметров. В следующем мастер-классе мы с вами делаем тоже цветочки из атласной ленты. Вот такие цветочки зефирочки у меня получились также из такого лепесточка. Кому интересно, оставайтесь со мной. А чтобы не пропустить мое следующее видео, не забывайте нажимать на колокольчик. Ну что ж, начинаем делать наши бантики. Для того, чтобы сделать нам такой бантик, понадобится я взяла атласную ленточку, белую и розовую. Нам понадобится 4 отрезочка шириной 2,5 и длиной 16 сантиметров. 6 отрезочков шириной 2,5 и длиной 16 сантиметров. 4 бусинки диаметром 8 миллиметров. Вот такая жемчужная серединочка, которую мы делали в прошлом видео. Кто не видел этот мастер-класс, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Из инструментов нам понадобится ножницы, пинцет, зажигалочка, ниточка с иголочкой и горячий клеевой пистолет. Для начала из двух ленточек розового цвета сделаем простой бантик. Теперь из двух отрезочков белой и розовой ленты сделаем лепесточек, который состоит, из которого состоит наш бантик. Соединяем два отрезочка вместе с двух сторон. Складываем наш отрезочек пополам и опускаем по линии сгиба наши краешки. Складываем пополам получившуюся у нас заготовочку. берем один краешек и опускаем вниз с одной и с другой стороны. Такой лепесточек я уже делала в одном из своих прошлых видео. Ссылочку я повторюсь оставлю в описании под этим же видео. Теперь берем за вот эту часть пальчиками и опускаем краешки с одной и с другой стороны. Для удобства закрепим все края вместе. И теперь свободные края присоединяем также к треугольничку. Вот что у нас должно получиться. Теперь вот этот треугольничек обрезаем. Как раз получается параллельно вот этой линии. Но немножечко отступаем от края для того, чтобы нам было хорошо соединять вместе два края. Вот так. А теперь запаиваем. Вы можете это сделать на терморезке. Срез будет более аккуратным. Я показываю так для тех, у кого терморезки нет. Вот у нас и получился лепесточек. Таких лепесточков нам понадобится четыре штучки на один бантик. Теперь соединяем попарно лепесточки между собой. Вот этой стороной мы приклеиваем два лепесточка вместе. Вот так. Вот таким образом мы их склеиваем. Вот так. Теперь приблизительно пол сантиметра от края мы срезаем. И теперь запаиваем. Хорошо спаиваем края для того, чтобы наши лепесточки не распались. Такое действие вы можете сделать и на терморезке. Вот что у нас должно получиться. То же самое делаем и с этими лепесточками. Теперь можем соединить наши заготовочки вместе. И теперь собираем наш бантик. Хочу вам сказать самую главную вещь. Для того, чтобы у нас были видны вот эти вот красивые крылышки, мы должны соединить так, чтобы у нас, видите, они здесь получаются немножечко как соединяются наискось. Низ ровный, а верх у нас идет объемный. Вот так. Вот такие очень милые бантики у нас получились. Ну, а если вам понравился сегодняшний мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну, а на сегодня всем пока-пока.